Проведет вот такой вылес такой информации. Название сказали. Так, что для этого нужно? Большая часть есть это оборудование, им нужен, наверное, какой-то энтузиаст и помощник, который сможет раздеться. Костя, у нас два, а не помощник, а потом Костя будет запасным. Костя, так. Можно раздеваться уже? Раздевался-ка? Сейчас, две минуты, да, я тебя сначала поставлю. Хорошо, а то у нас не раздешь. Да. Красиво. Ну, то есть, Владимир Васильевич мне уже представил. Я врач, я ортопед-троматолог по своей специальности. Первичное обучение я получал навык как педиатр и затем детский хирург, а затем ортопед-троматолог. Ну, мануальный терапевт и педиатр — это новая специальность, она есть в мире. У нас еще зарегистрированы как ортопед со специализацией по мастер-беду. У нашего парня с помощью врачей и полной медицины Тимофеевича рассказывает. Мы, собственно говоря, поддерживаем как раз деятельность. Сексуальный доктор. Тимофеевич Алексеевич, Алексей Егорович. Ну, и вас. Ну, не стоит, ладно, вы сюда. Рассказать, что я хочу представить. Потому что вы, коллеги мои, мне, во-первых, очень приятно представить это. И лестно именно. Подумал, что у меня будет такая честь рассказать о том, что я делаю. Это будет внимание. Спасибо вам за это приглашение. Итак, это регуляция идеальной двигательной системы человека, модуляция афферентных полей распределением давления на тело с контролем, обратной биологической связью, гуманальной мощно-скелетной медицины, ортопедии, педиатрии, подойдите. Я хочу подчеркнуть по терминологии, почему она такая. Потому что сейчас, ну, разные технологии предлагают для отучения. Разные есть конфессии, которые занимаются одним делом, там, мышечно-скелетной медициной. А общего языка маловато. И я хочу сказать, что есть общий язык у нас у всех. Это язык физиологии, как основы медицины. То есть мундументальная наука. И это то, что я использовал в эти термины, как раз, они и помогают найти общий язык. И о чем? Что за технология, которую я поменяю, как ортопед, как мануальный терапевт? Это технологии, которые и регулируют, и в понятиях, как-то, механический переход. И идеально-белитную систему. И с биологической обратной связью. Ну, то есть, с контролем. И что исследуют? Это формы тела и их изменения в зависимости от направленного распределения давления тела. И модуляция филентных входов. То есть, так сказать, эти терминологии, она, на самом деле, проста. И ничего сложного нет. Например, кирпичики. И чем это? Что за технология? Ну, поза, задружественные движения, давление на тело. То, что принято. И то, что сильно использовано в веществе скелетной медицине, в лави-медицине. Упражнения, которые предлагаются пациентам для самозаимопомощи. Форма и сопротивление материала ортезоставления. Вот это, на этом остановимся, что очень важно проконтролировать параметры давления на тело. И что именно эти параметры давления на тело являются активаторами каких-то рефлексов и автоматизмов. И установок POS. Что, собственно, в конце концов является тем, что нам необходимо у пациента получить конкретный эффект. И что эти параметры, они конкретные, они научные, они не метафизичные. И они, на самом деле, есть и в литературе, и есть в тех технологиях, которые сейчас зарегистрированы, продвигаются в мире. Есть у них эти приказательные базы с этими параметрами. Ну, одна из них, это систем «Картонтикс» и «Чарли Байкрофт». Энтузиаст, который это сделал. Давно известная обувь «Медл» и «Асикс» в США и в Японии. Тоже вообще это энтузиастами сделанное и продвигаемое. Есть еще вот этот материал. Даня, на чем на нем можно спать, лежать. И он активирует те автоматизмы и те рефлексы, которые нам в данном случае необходимо получить. Но в сиде это вертикальное поддержание тела, а лежа это удлинение тела. Это тоже, по сути, рефлексное длинное. Что важно, что все это нужно проконтролировать. И это очень просто. И это многие могут делать рефлексионный, а загибательный тест. И что важно? Важно, что эту простую вещь можно очень много признать для человека и очень просто отрегулировать. Ну, тестилы по доктору Лиффу, ну и ортопедические исследования, сценический анализ функций тоже используем. Но это является небольшим бесконечным в докладе, так называемые вещи. Хочу обратить внимание на то, что положение нижней челюсти с использованием гидантических систем может использовать каждый из нас. Эти системы не зарегистрированы как какая-то специальная стоматологическая вещь. Они по-моему развиваются именно для целей регуляции движения. Эти системы могут применяться любыми врачами, которые прошли обучение, которыми просто можете их применять. Очень просто, очень важно и легко. И понятно, кто на данном терапии проводил шею и активировал рефлексы. Помогать человеку, потом дома поддерживать, ну, многие знают видео упражнения, можно и ортезам помочь. Ну, одежда и известные наши ортопедические принадлежности очень важно у человека индивидуально посмотреть и проконтролировать, как оно будет помогать. И каков критерий для помощи? Ну, ортезозырение очки. Есть? Есть. Вот мы тоже проверим, как работают очки. Ну, и фокальная, сегментарная пилогикотерапия. Тоже интересная вещь. Можно использовать в грязи лечения. Если мы установили принудительное биржуальное медицинное блокирование, можно в эти результаты положить в грязь, пламот или плену лечения. Соответственно, мы показали, что этот терапевт делает, и мы получим стойкий лечебный эффект. С уменьшением граничества грязи и отмечивать в леньшее будет. И не обязательно быть минуем терапевтом. А всё, в общем-то, лежит в пропедевтике. В коллекционном тесте по лексику общества МАНКО. И по... А это какой? Да? Начайте. Да. Вот социальный участие и анализ. Да. Да. Я хочу сказать, можно задавать вопросы по поводу моего выступления. Мы сейчас... Что за тест силы болезни? Что? Что за тест силы болезни? Тест сил, он и есть. Прикладная кинезиология. Нет. Прикладная кинезиология, это как раз... Тест сил, он известен до прикладной кинезиологии. Я и собираюсь использовать термины, которые не имеют права на жизнь, честно сказать. Во многом с вами. Да. Это отдельная тема. Просто то, что я использую в своей практике, но это отдельная тема, которую мы сейчас касаться не будем. Она в прямом касается физиологии человека, то что двигательные и сенсорные системы, они комбинируются типово в популяции и млекопитающих, ну и человека в том числе. И эти типовые характеристики двигательной системы и сенсорных систем, их можно типировать, увидеть и применять в соответствии с тем... Ну, простой пример. Есть человек, который ходит как палка и не очень сильно бьется, а есть человек как черлянка. Да? И в одном случае не лечить там, где не надо этого лечить, потому что это его типовые характеристики и к этому пациенту надо подходить таким образом. И другой человек, который имеет вот эти... очень большую подвижность к нему, применяет другие технологии и соответствующий подход и увидеть, что это для него норма. То есть инфляционный метаболизм, это обработка информации внутри... Это термин... Это термин... Это термин соционический, да. Я использую... Органы чувств. Органы чувств. Органы чувств. Вот и проблема. Вот проблема... В чем проблема? Почему соционика? Да потому что физиология эта. Поэтому мы именно этим и занимаемся. Ну... Надо же чем-то одним заниматься. Да, мы все на самом деле одним и делом и занимаемся не преподной физиологией, не паскаропатией, не милой терапией. Ага, воздействуем на человека. А как вы это вместо называете перед обществом, это уже второй вопрос. Поэтому я и стою на основах в том, что сначала надо знать физику, физиологию, биологию и клинические дисциплины. А уже потом быть левестником и специалистом. Поэтому я и левестник, и использую, и говорю к терминам, собственно говоря, этих дисциплин. И буду отсылать опять к этим дисциплинам. Потому что если любой левестник будет разговаривать на этих терминах, то это будет понятно. И обществу. Да, понятно. И будет значительный наш общий потеновес тем химическим подвигаемым технологиям, тем технологиям по замене суставов и органов. Они, конечно, нужны тоже, но не путем выращивания людей для этих технологий. Ну, здесь вы видите видеоконференции, которые есть на канале в YouTube. Спасибо за музыкальное сопровождение. У нас Анатолий Тимофеевич и Алексей Егорович были на наших конференциях. Ну, вот на пятой Алексей Егорович был Анатолий Тимофеевич. К сожалению, не смог присутствовать. Альбина Николаевна, профессор и доктор медицинских наук, моя учительница. Ну, здесь Агоняк представлен. Арсеньев, генерал медицинских наук, специалист в России и в мире по лечению склерозом ведущих. Ученик Дудина, это школа Дудина. Ну, другие захватчики также. Это общий такой. Значит, хочу обратить внимание, что и здесь это, я называю специалистов, для того, чтобы было видно, что я использую терминологию, понятную общемедицинскому сообществу. Что мы делаем? И термины используют физиологические. Термины фундаментальной физиологии. Ну, и о том, что наши технологии можно применять мультицициплинарные. И врачи, которые в простых этих вещах это видят, неотягощенные какими-то специфическими терминами, они это легко применяют и стоматологи, и лор-врачи, физиотерапевты. Ну, здесь, кстати, хочу сказать, по результатам наших конференций и организаций и организаций и организаций изменили мнение по отношению к иммунальной терапии. Ну, в мировом сообществе иммунальной терапии для лечения сколиоза включена в перечень тех дисциплин или тех методик, которые помогают. Ну, экзарта, это генетерапевтическая установка, выкупленная на том, что тоже относится к нашим мышечно-скелетным технологиям. Это гло-сколиоза, вторая тема, продолженный плюс специалисты из Ярославля, где у них создана преемственность в диагностике лечения сколиоза и не вытягивают на хирургию, хотя у них и эта возможность есть, они проводят замечательное хирургическое лечение сколиоза, но лечат мислотинами и технологиями, как светло-широм, и другие, и выявляют у них первичную диагностику, обученную педиатру. Так, ну, хочу пригласить всех, как написано, 2019 года. Ну, у нас состоится с 2013 года конференция, 20-го, 1-го, 22-го числа. Всех приглашаем. Будет разослан еще план Алексея Ильича, что вас подошел, Анатолий Тимофеевич, вас подошел официально, но желающие могут обсудить это. Доклады под записанным и, ну, по желанию, по тому, как предоставляется вратарская плава, записываемые доклады, например, если нет, то нет. Например, норославцы, они не захотели, поэтому на том материале, который я пленарную часть привез, с тем, что вы могли видеть, там у них докладов нет. Они не захотели. Леонид Тимофеевич, пожалуйста, нам можно назвать предыдущие названия? Пожалуйста. Гордый, извините, в 2014 году. Ну и, собственно говоря, название той дисциплины, которой мы занимаемся, мы научились с эпидемией медицины, это медицинская дисциплина расширенных знаний и совершенственных наук в диагностике, физикальной, в главной, в терапии, механических рефлекторных, и предотвращение функционально обратимых нарушений опорно-викитного аппарата, и особенно кислоночника и всей викитной системы. И, что важно, с вовлечением пациентов в терапевтическую деятельность. И уж для России актуально с вовлечением и исключением импульсов. в других техниках. Это построено, это, как бы, определение, на, видите внизу, статья в журнале «Номальная терапия» за 2007 год. Тут есть мои исключения, просто, ну, основная статья. И, чему я, собственно говоря, важность, когда-то делаю, отчеркиваю, то, что, чем мы занимаемся в период диагностики и лечения поражения бормодвигательной системы методиками иммунальной терапии, астопатии, границакральной терапии, прикладной кинезиологии, являются координатными антиплями, и я вполне согласен с нашим влогом неврологии, и человек, который много сделал иммунальный медицин, метроизвестного велития написана статья и статья о технической юридичности и терминологической некорректности в медицине. Там статья написана Ивановичем и Левитом с фактическим материалом. Представители каждого вида специальностей вкладывают в дефиниции в свой корпоративный врача с тайным смыслом недоступных и коллегом смежного взгляда. И эта ситуация является предметом разобщения, тайной гордости, чувством собственного превосходства, ну, с последующим прокурорным впечатлением предвызвленных. Однако отрицание теоретических концепций и конфессии одновременное взаимозаимствование эффективных технических приемов остались в обычном зрении. Ну, и к нашим корням, откуда многое то, что мы в иммунальной медицине называем своими терминами, то, что неврологи, это физиологи написали вот тогда. Я подчеркнул в первую очередь руководство Магнуса и слова Павлова о нем, что благодаря работе Магнуса и Клейна мы знаем, что и стояние, и ходьба, и вообще вовновешивание тела в пространство в пространстве в проекции. Ну, и Клейна, и Магнус, лауре от Нобелевской премии тоже, Магнус не дожил, очень активно работал в институте, существует и сейчас, а это, кстати, тоже есть. Чарльз Флотшепингтон, да, тот человек, который написал об интегративной деятельности в медной системе, и мы видим, что на русский язык эти вещи были переведены в 62-м году и в 69-м. И я сейчас дальше буду продолжать вот еще о нашем русском ученом Эберт Штейнс и, собственно говоря, его работу многие знают. Хотелось бы сказать еще и об Анухине, о том, что есть функциональные системы и, собственно говоря, эти понятия теории функциональных систем к человеку очень применимы и, в общем-то, основываются на них. И наша российская научная школа идет в теории функциональных систем от человека и, звучая эти загновенности на человека. Соника, кстати, относится тоже к этому виду. Там, когда законы теории функциональных систем нет. Сначала юстинавички были прослежены на популяции людей, а затем уже Киевская школа и Букавова они воплощены, но и другими тоже воплощены для других объектов и функциональных систем. Вот это вот те термины, которыми пользовались эти ученые и которые аналоги мы встречаем в Астапате в мануальной медицине, в хиропрактике и ее методе прикладной кинезиологии. Дэвид Лиф, когда я вам задал вопрос по вашей специальности, как вы себя представляете, он сказал, я хиропрактор, использующий метод прикладной кинезиологии. Итак, это общие части. Такую схему еще покажу, я ее сейчас объяснять не буду. потому что это все пока такие слезы, привлеченные на самом деле, если эту схему выучить, ее легко поменять, потому что здесь ничего сложного, по большому счету, нет. Это физиологи, может быть, многие это и знают. Так, а теперь я хочу спросить, фрикционный тест, кто использует в собственной практике? все сгибать. О чем вы говорите? Сгибать. А в каком варианте все используют? В разных точках тела? Разных. раздевается. Скажите, уточните, все используют. Борис Александрович. Ну, давайте раздеваемся. можно освещать? Что? Не нужно пока? Нет. Пускал. А, да. А, да. А, да. Борис Александрович, раздевается. Там камера туда не направлена сейчас. Давайте сразу тоже подготовлюсь. Положиться. Да, положиться не надо. Стоять. Снимите, пока у нас еще ничего не надо. Давайте. О, я вижу, хороший обувь. Я сниму. Нет, остайтесь пока, как есть. На сумочку можно вас попросить убрать? А то, что тут публики справа не видно. Да, давайте. Давайте. А мы поставим так, чтобы там даже освещено. Ну, собственно, давайте. начинайте. Наши киркуле. Я вас прошу сейчас мерить на рекламу наполнятся. Нет, посмотрите пока, как это вы будете делать. Сначала голова, потом грудной тел. Ниже, если скажу, вот в таком темпе. Хорошо? Ну, собственно говоря, есть туловище, есть осевые мышцы туловища, есть правое и левое половины тела. если человек наклоняется, то мы так, в общем-то, не очень видим, как он наклоняется. Но если что-то сделать, какие-то отметки и закрепить их на теле, то мы это увидим. Ну, этим предметом, который будет закреплен на теле, будут управлять большие пальцы. Наклоняйтесь, медленно и плавно. Еще раз назад, видите? Видно, что я пальцы устанавливаю параллельно друг к другу, да? И при наклоне головы пидот видим, что возникает симметрия, да? С левой стороны пальцы понимается, слышно. Ну, наклоняйтесь. Еще раз, мы в несколько местах это отметим. Еще наклоняйтесь, если вы видите? ну, а теперь создадим, ну, мы видим, да? что у нас пеноминое прилежение развлекает смело. Вопросим, создадим стандартные условия, для которых обычно пациент создаем. Возьмите О, то есть мы видим, что туловище в шейном отделе голова двигается асимметично. в шейном отделе депутат и в шейном отделе наполняетесь мере буквально. Выдравляетесь. Видно, что когда он снял обувь, сейчас он наполняетесь бесплатно. Что? Ну, видно, что симметрично двигаются. Установилась симметрия. Деполняетесь. Босиком. Босиком. Здесь уже там. нет, здесь немножко выше. Ну, вы можете попробовать это. Как это объяснить? да, это вот следующая часть презентации, собственно говоря, спасибо за вопрос, он очень важен. Давайте сейчас попробуем сожмите зубы. Нет, не надо, сожмите зубы. Наполняете медленным планом. Ну, мы видим, что с одной стороны поднимается. Да? То есть, асимметрия увеличивается. и теперь важно понять значимость этой асимметрии и какова ее связь с клиническими проявлениями у человека. Вот, собственно говоря, если мы это знаем, то мы можем таким простым тестом, применением каких-то ортезов или рекомендацией каких-то вещей, то мы можем человеку значимо облегчить его жизнь. Можно сейчас я попрошу вас звонить сразу? Ну, вы так же проводите тест инфекционный день? Только сначала просим разумиться. Совсем разумиться. Ну, это можно сделать по-разному. Можно посмотреть человека вначале в его естественных условиях, не создавая ему какие-то... а затем естественные, когда он мог более босиком, потому что башмакат на улице, в тапочках в помещении... Спасибо. Естественно, я имел ввиду обычный тренировок, скажем так. Обычный тренировок. Вот он обычный. Привычный. Он же не работает охранник, он не стоит башмакат в этой середине. Да. Тогда он должен идти на башмакат, в которых он стоит, и следовать их. То, что это постепенно, на всех мышцах естественно осматривается на тренировок. Вот когда вы ставите пальцы на затылочную хвощицу. Ну, просто не важно, что вы не понимаете. Какое там натяжение, то есть... Без прикрепления. Закройся, красиво. Съема укороченной мышцы и срок начинает. Нет, я... Я исследую движение. Закройся. Закройся. Хорошо, спасибо. Сейчас мы этот вопрос рассмотрим. Если бы... Так вот. Мышцы, это не мясо или орган? Ну, я рад за то, что это все-таки сложно устроенный орган. Ну, вот... Так вы знаете. Ну, здесь я бы хотел обратить внимание не на все эти пластинки, а то, что есть тетиновые нити эти, которые тоже очень здорово накапливают энергию. Раз. И второй момент. Все-таки до сих пор нет ответа на вопрос, каким образом энергия этих срокомен передается на сухожилия, создавая такую силу. Потому что есть мнение, что силы отдельных вот этих вот мостиков, их не хватит, даже если просто нет. Есть мнение о том, что есть система рычагов сытно-тканных, и именно расширение этих пластинок и создает эту силу. Ну, это только мнение. На самом деле до сих пор неизвестно, как эта система на самом деле работает механически. И типы мышечных волокон, скелетной мускулатуры, да? И что самое важное, что вот эти вот черненькие, которые здесь содержены, это мелкие, но наши самые важные, потому что они дают нам медленное, плавное движение и нахождение тела человека в постоянной, в своей позе. Не работают всегда. Ну и другие мелкие, которые дают скорость, те, которые большие, но здесь, видимо, те, в которых при коммену больше. Вот они здесь изображены. Первые – это медленные, ассидативные, зелененькие, многие также все будут быстрые и ассидативные и высокие, неполитические. Так вот, если мы человека просим, можно вас еще раз выполнить, нет, нет, вот сюда, ну, можно, да, подойдите, медленное и плавное движение, то будут работать, будут работать у нас, подполняйтесь, медленные и плавные, просто медленные, будут работать, как раз, медленные оксидативные головы. Махните рукой просто, не, быстро? Быстро, да? Ну, головой быстро, кимените, да? То это работает быстро и оксидативно и увлекается. А если давить на руку, со всей силы. Ну, если более 70% силы, 75%, то это увеличение быстрых гидроэтических сил. Простая вещь, то есть, если мы делаем медленно и плавно, то мы преимущественно исследуем, что медленные эксплуатативные волокна, и их можно назвать волокнами формы. То есть, теми волокнами, которые трудятся постоянно, поддерживая нашу форму. Я сейчас про другие не говорю, другие тесты должны быть для других типов волокн, и для их совместного движения. А вот этот тест, это и показывает. И условия проведения этого теста должны быть вот такими. То есть, нельзя его делать, ну, быстро, махал так, то есть. И очень важная вещь, которая проводит формы, это вот эти, просто, да, волокна формы, что они не просто отдельные, они составляют единую часть, сросшуюся, с нейроном, который им энергирует. Формальный нейрон, мышца, мышца, мышца волокна умерла, если не волокна, когда другой нейрон не проросся или этого же. И это все вместе двигательные единицы. То есть, если мы исследуем тестом флексионной, то мы сразу исследуем спиной мозг человека. Деятельность именно этих, нейрон. Да, мы исследуем тестом флексионной, то есть, да, мы исследуем.